Всем привет! С вами Андерворлд и его ведущий Степа Уолф. Я сейчас нахожусь в Асташово, Волоколамского района, и приехал посмотреть усадьбу князей Муравьёвых. На самом деле от усадьбы очень мало что осталось. Все постройки в ужасном состоянии. Усадьба Александрова была построена в конце XVIII века для отставного генерала-майора Александра Урусова. После его смерти усадьба перешла его пасынку Николай Николаевич Муравьёвым, поэтому усадьба и носит, еще имеет название усадьба Муравьёвых. Усадьба Асташова тесно связана с российской историей. Николай Николаевич Муравьёв, являвшийся её хозяином с 1813 года, в 1816 году основал училище для колонновожатых, готовившее армейских офицеров и позднее преобразованное в Академию Генерального штаба. С 1816 по 1823 годы слушатели Академии в летние месяцы обучались геодезией и фортификацией в Асташово. В числе выпускников Академии были 22 декабриста, участники первого тайного вольнолюбивого общества «Союза спасения», среди которых был Александр Муравьёв, сын владельца усадьбы. Проводили свои встречи в Асташово. По некоторым рассказам очевидцев тех событий, в Усадьбе на парке была спрятана на земле первая конституция вольнодумцев. В парке при входе в усадьбу стоят вот такие вот замечательные две башенки в готическом стиле. В отдалении можно видеть ещё постройки. На самом деле в усадьбу входил хозяйственный дом, а оконный двор, сама усадьба к музеям Муравьёвых. Вот части построек усадьбы можно видеть. Они сейчас находятся на частных участках и используются, наверное, для каких-то хозяйственных нужд. Подходим к дому, к центральному дому усадьбы. И сейчас слева будет видно, тоже на территории частного участка, вот остались фрагменты усадьбы. Видимо, это был флигель, ну или какая-то хозяйственная постройка. Пойдём посмотрим в сам дом. Парадная лестница. Осталась лепнина на потолках. Красивые колонны. Ну что же, осмотрим помещение первого этажа сначала. Относительно главного дома усадьбы я ошибался. Он был разрушен во время Великой Отечественной войны, а в 1950 году было построено новое здание, где располагались библиотека, краеведческий музей и центр детского творчества. Впоследствии в здании была разморожена система отопления, и из-за нехвастки средств в бюджете на восстановительные работы здания было заброшено. Вот в этом зале на потолке осталась лепнина, но она тоже, наверное, не концом XVIII века датируется. Вот из окна видна эта постройка, которая входила в усадебный ансамбль. сейчас находится на дворе в частном. Ну, пока походим, посмотрим, что же здесь есть еще. Какие помещения. Здесь вот подвал виднеется. Эта комната сохранилась гораздо хуже, зато там очень красивый вид. Усадьба находится на берегу водохранилища. Сейчас мы туда выйдем, посмотрим. Строилась усадьба на берегу реки Руза, а русское водохранилище было создано в 1965-1966 годах. Там вот вдали виднеется водохранилище. Очень красивые виды. Осмотрим другое крыло усадьбы и поднимемся наверх. Комнаты здесь располагались практически симметрично. Здесь вот следы батарей центрального отопления. Тоже, естественно, уже в наших времен. Здесь был санузел. Все, что от него осталось. Сейчас пока идем на второй этаж. Внимаемся наверх. Красивая парадная лестница. И вот отсюда сверху уже видно, какие шикарные виды открывались из окон этой усадьбы на водохранилище, которое простирается в обе стороны вдоль усадьбы. В правую часть очень далеко виден горизонт. Потрясающе красивые места. Ну, а я продолжаю подниматься наверх. Посмотрим второй этаж. Планировка комнаты такая же, как и на первом этаже. такие вот чугунные перекрытия. Кстати, что интересно, сейчас покажу. Второй этаж еще ведет вот в эту комнату лестница уже построенная в наши дни. такая вот лестница. Продолжаю гулять по второму этажу. здесь вот над залом, над входом располагается вот такой вот зал. Возможно, тут в советское время был даже дом культуры. Судя по тому, что вот в этом зале сделана сцена. А тут вот в стене виднеются проемы, возможно, для проектора. Возможно, здесь была какая-то самодеятельность. Показывали фильмы. Дальше тут планировка практически так же повторяет первый этаж. вот кстати, это помещение, где, как я предположил, вот отсюда могу показывать кино. Вот еще одна постройка, которая относилась к усадьбе и более современная очевидно трансформатор. еще раз полюбуемся шикарными видами открывающиеся из окон усадьбы второго этажа. Я буду спускаться вниз, хочу осмотреть остальные постройки. Такое вот красивое окно здесь на парадной лестнице. да, как всегда, не забудьте подписаться на канал, ссылка вверху. Я отправляюсь дальше посмотреть остальные здания этой усадьбы. вот так выглядит эта пристройка. Не пристройка, а это здание, которое располагалось рядом с домом. Внутри здесь ничего интересного нету. Был пожар. Интересно вот это кирпичное основание, куда что оно было. полностью обрушившийся потолок второго этажа. он. Само это перекрытие хорошо горело. А тут есть проход. Здесь было еще какое-то помещение. Сейчас уже остались просто одни руины. Я решил еще посмотреть, что уже находилось вот в этом домике, который был построен явно позже. Кстати, от него идут такие трубы. Очевидно, это было что-то типа котельной. Судя по трубе на крыше, вот этим двум трубам в теплоизоляции выходящем из самого этого домика. Теперь для котельной маловато. Сейчас посмотрим. внук внук Николая первого великий князь Константин Константинович Райманов. Один из его сыновей Олег Константинович погиб на фронте в Первую мировую войну и был погребен в Асташово. На месте его погребения в 1915 году был воздвигнут храм-усыпальница, построенный в архитектурном стиле древних псковских церквей. Рядом с усадьбой находится храм возведенный начались работы по его возведению в 1915 году и закончено строительство было в 1916 году. Храм был возведен над могилой князя Олега Константиновича Романова, который скончался от ранения полученного во время Первой мировой войны. На боях Первой мировой войны. Храм сейчас реставрируется, видно. Стоит он прямо на берегу водохранилища в очень живописном месте. Вид на храм со стороны водохранилища и вот сам берег водохранилища. Ну, а вот и вид на усадьбу со стороны водохранилища и остается мне пройти только снять конюшенный двор, который является на самом деле здание конюшенного двора, является самым наиболее хорошо сохранившимся зданием. Сейчас я туда и отправляюсь. Ну, а вот иконный двор. Необычное здание, построенное в готическом стиле, уже третьим поколением Муравьевых. Это единственное полностью сохранившееся здание на территории усадьбы. Сейчас в этом здании необычной архитектуры располагается Асташовский дом культуры. И там явно ведутся отделочные работы внутри. Ну, вот я и побывал в Асташово, посмотрел усадьбу Муравьевых. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем пока!